добрый день с вами канал для тех кому за и не только с вами галина сегодня я хочу с вами поговорить о можжевельнике казацком стелющимся и так родина этого можжевельника кавказ урал сибирь азия что я хочу сказать это растение светлолюбивая почек почве он не требовательным совершенно засоху то есть переход переносит очень хорошо засоху полива в общем-то не требует вот посмотрите я сейчас обойду посмотрите какой он огромный он диаметре даже не 3 уже наверное метра 4 это с учетом того что я его подрезаю говорят продолжительной жизни его 100 лет и вырос он у меня совершенно из маленького маленького кустика можно с семенами сажать но это для специалистов можно отводками значит можно отводками как к земле прикопать и у вас появятся корни и так далее один я попробовала то есть обрезала одну вот так вот из веточек вот до этого состояния отрезала до почки и посадила в землю я думала у меня погибнуть сейчас я вам покажу значит это уже два года той веточкой сейчас я не хотел размножить сейчас мы пройдем и я покажу что у меня с этой веточкой вот стал этот самый видите от того можжевельника вот на фоне травы может быть не очень видно вот но за два года у меня вот такая веточка выросла то есть через какое-то время у меня здесь вырастет такой же огромный огромный можжевельник это молодая веточка если мы присмотримся то ветви прямо стоящие то есть они так и будут вертикально стоять от потом когда они начнут отрастать тогда они будут как бы стелющимся большие ветки как у того большого можжевельника значит этот можжевельник относятся у нас к семейству кипарисовых говорят побеги его ядовиты потому что содержат какие-то эфирные масла рядом с можжевельником с этим у меня вот туя вертикальная растет голубоватая говорят шишечки образуют но вот у меня сколько лет он растет растет уже очень долго никаких шишечках я не наблюдала ну по всей видимости может быть у меня это мужское растение потому что бывают женские мужские наверное ветви запах просто знаете необыкновенный мне иногда можешь в бане идет отрезать веточку чтобы был аромат в бане но одновременно эти ветки выполняют такую функцию они отпугивают различных насекомых можно веточку обрезать и положить в шкаф от моли это так раньше делали использовали бабушки а посадка очень простая этого растения ямка размером 2-3 раза больше чем корни вы может быть маленький большой покупаете на вот ябка должна быть раза в два в три больше чем корни этого растения на дно дренаж поместить растения засыпать песком корневую шейку мы не должны засыпать иначе растение погибнет затем просто землей затем полив сверху опилки это для молодого растения но тогда когда у него такое огромное видите листики ветки уже не прямо прямо стоящие они как бы уже все наклонены правда если присмотреться и внизу я его обстригаю они получаются как бы очень сейчас поздно и плохо видно у них такой голубоватый налет если у старых вверху больше зеленый то у молодых он получается такой голубоватый налет вы знаете очень красивое растение у кого позволяет место а место надо достаточно много вот посмотрите как много надо место для того чтобы высадить это растение но зато поверьте мне игра стоит свеч у вас будет всегда очень очень красивый уголок и так всего доброго до новых встреч кому понравилось ставьте лайки до свидания